Друзья, привет! Перед началом ролика я вам хочу порекомендовать один канал. Обратите внимание на молодой канал строительства домов под ключкой SK Group, на котором вы увидите много интересных видео о тонкостях строительства загородных домов, также инструкции постройки, ошибки строительства и много всего интересного. На канале постоянно выходят новые видео и появляются новые рубрики. Для себя я нашел там много что интересного. Поэтому, если вам интересно, заходите, подписывайтесь, смотрите, учитесь. Ссылка будет в описании. Привет всем! Ну, долго не решался заснять еще очередной один обзор своего дома и своей стройки. Ну, в общем, решился. Давайте я вам сейчас проведу сначала вокруг дома. Покажу, что у меня здесь, как, расскажу и пойдем вовнутрь дома и там все тоже покажу. Поехали! Ну, если кто смотрел у меня последнее видео, когда мы в прошлом году утепляли фасад и проштукатурили его на один слой коверплекс штукатуркой. Я не помню, это С-117 или АЭС-117. В общем, там у меня есть видео. Ну, что я вам хочу сказать. Замечательно все. Зиму отстоял, не потрескался нигде, ничего. Все четко. Еще два слоя сеточки в этом году кину. Проштукатурю. И буду смело шпаклевать и дальше делать отделочные работы по фасаду. Ну, так что, ребят, четко, четко, просто четко отработал этот материал. Я доволен. Ну, вот, как вы помните, вот в той области, там у меня были катакомбы всякие разные. В общем, я здесь сделал засыпку по ГСам. Отгородил бордюром. То есть, бетон залил. Вот. Отделил зоны огорода и самой площадки. Здесь я еще сделал дренаж. Ну, он сейчас у меня тут закрыт, и я его немного не доделал. В общем, здесь сюда мы будем собирать всю воду. Давайте глубиной покажу вам его. Ну, ливни были большие, сильные, так что дренаж, в принципе, справлялся. Фундамент, как вы видите, я утеплил пенополистиролом по кругу. И засыпал ПГСам. Здесь я сделал пандус. Пандус длиной 6 метров. Чтобы он не чувствовался. Я его залил вчера. И закрыл пленкой, для того, чтобы его не размыло дождями. Также я его сделал с небольшим наклоном, где-то на метр-сантиметр от дома. Так, чтобы вода стекала вся в огород. Вот сюда. Ну, пойдемте зайдем в дом. Со стороны кухни. А, кстати, так же я сделал ступеньки. Тоже ступени я сделал с таким расчетом. Я еще здесь буду планировать двор. Еще будет подсыпаться 10 сантиметров. И плюс еще сама терраса увеличится в размере. И все ступеньки будут одинакового размера. Это тоже все подрасчитал. Кстати, вот эта труба, я ее протянул под ступенями. Еще сделаю кран с той стороны дома. Там соединю ее. И, в общем, будет все в ажуре. А, совсем забыл. Пойдемте покажу еще, что я здесь сделал. Отгородился от своих любимых соседей. Вон он стоит, зеленый забор. Спросите, что это за балка идет по дому. Это будет пергола. Из дерева. К ней я потом уже состыкуюсь. Здесь будет навес. Короче, и тому подобное. Вот в этой точке. Вот в этом углу. У меня сейчас здесь картошка растет. А вот здесь я построю сарай. Со шлакоблока. Хороший. И погреб. Выкопаю. И здесь буду хранить свои инструменты. И тому подобное. Так, говорю сразу. Сарай будет под сигнализацией. Так что не мыльтесь. Ну, пойдемте в дом. Ну, давайте сначала я вам сейчас проведу. Покажу, как мы здесь обжились. Ну, а потом уже в конце видео я расскажу о тонкостях, о нюансах, о плюсах каркасного дома. Как мы пережили зиму. И все в этом роде. Ну, короче, здесь сбил вот такой деревянный стол. Все временно. Пока что так. Ну, не обращайте внимания. У меня здесь небольшой бардак. У меня здесь сын. Просто тайфун. Моя любимая полочка. Так же моя любимая жена придумала такие дверцы. Вот нашего тайфуна. Чтобы он туда не лазил и, не дай бог, не свалился со ступенек. Хотя уже на второй этаж летает вовсю. Пойдемте, давайте с ванной. Двери, кстати, тоже я сделал из ОСБ временные. Поставил такую раковину. В общем, стиральная машина. Этот, как он там называется. Я не помню. Как раз за. Короче, зубы чистить. Хорошая, кстати, штука. В общем, вот так вот. Пока что живем. Это наш зал. Все в детских игрушках. Честно сказать, только что я их собрал. Недавно. А так здесь было просто хаос. Так же он временно сделал такую полочку из дерева. Под обувь, обувницу. Ну, здесь в гардеробке у меня еще лежит. Коверпликс ТС-117. Это штукатурка, про которую я сейчас говорил. Такой материал. В общем, сейчас у нас сильные дожди. Так что вырабатывать пока я его не вырабатываю. Такая вот гардеробка. В общем, у нас здесь все. Лыжи моей супруги. Моё снаряжение тут. В общем, здесь мы сейчас пока что временно храним все, что у нас не помещается в комнатах. Ну, пойдемте на второй этаж. Такую же дверку я сделал тут наверху. Ну, здесь мы поставили вот такой столик. У меня сейчас здесь жена, кстати, как видно, занимается фасадом дома нашего. Делает проект. В общем, как мы его будем облагораживать. Ну, в общем, решили делать как бы с камнем фасад и с балками. Ну, сейчас начертит несколько вариантов. Посмотрим, потом как-нибудь покажу. Здесь на балконе я поподделал вот таких полочек. Тоже пока временно все. Для цветов. У меня моя любимая любит растения всякие. Ну, в общем, занимается. Ну, пока временную спальню. Кстати, прикрутил ОСБ на пол. Ну, пока временную спальню мы сделали вот здесь. Кстати, кровать я тоже сбил из досок. Ну, в общем, все своими руками, можно так сказать. Ну, пойдемте дальше. Ну, эта ванна на втором этаже пока что пустая стоит. Ничего здесь нет. В другой спальне тоже так чуть оборудовались. Сына бассейн пока временно здесь фоткнули. Сейчас потеплеет, вынесем на улицу. Так, музыку здесь поставил. Свою сушилка стоит, короче. По мелочам. Ну, и еще одну спальню. Здесь она у меня под инструментами, под материалами. Половину инструмента уже увез на объект. Так что работаю. Ну, наверное, показал по дому все. Ну, давайте теперь я расскажу о минусах и плюсах нашего каркасного дома. И как мы пережили зиму. Ну, давайте сначала я начну с наливных полов основит. Которые я показывал на своем канале, когда я их заливал. Отличные полы, ребята. Не повздувались, не отошли. Жена их чуть ли не каждый день моет, чистит, пылесосит. Ничего от них не отходит. Короче, ребенок у меня бегает. По ним вот уже с 5 декабря. И все замечательно. И перепады температур. И форточки мы открывали в морозы. И, короче, все, что... Они прошли Крым и Рым. И ничего с ними не случилось. Там есть несколько трещин. Но это какие-то, наверное, технологические моменты. Наверное, где-то что-то я упустил. Может быть, состыковка где-то. Или же вот я обратил внимание. Вот у меня было как бы просверлено на отверстие буром в одном месте. И туда уходил клей немного. И когда он видно под... Ой, не клей. Наливной пол. И когда он подстывал, видно, эта впадина вот эта вот, она тянула. И есть небольшая трещинка. Ну, так, чтобы пол отошел от основания нигде. Вообще нету четко. В общем, отлично. Так что безяев. Косипорты. Понял? Так. Ну, давайте теперь еще расскажу кое о чем. Честно говоря, я думал, что... Вот как вы видите, сейчас вот у нас на потолке андутис, утеплитель. Я показывал, когда мы это все утепляли и закрывали пароизоляцией. Ну, честно сказать, этого не хватает. Пары тепло проходили. Значит, через него небольшое. И все равно, как бы, между железом и ватой собирался конденсат. Ну, сейчас, само собой, его там нету. Он продулся уже. Все уже, как бы, там... Все сухо. Ну, суть в чем, что в этом году мне обязательно надо будет еще, во-первых, подбивать доской и еще кидать утеплитель. Во-первых, шум проходит. Этих 15 сантиметров, что я уложил между балками, этого недостаточно. Еще буду укладывать 15 сантиметров утеплителя. Под... Значит, нас... Вот туда вот я подобью сам потолок доской, уложу еще 15 сантиметров сверху. И когда буду собирать вот здесь вот из гипсокартона потолки, то же самое я уложу еще 15 сантиметров. И еще одну пароизоляцию. Ну, и тогда буду... Думаю, что будет четко. Значит, по стенам все замечательно. Никаких там конденсатов, каких-то там, я не знаю... Ну, все прекрасно. Все отлично работает. Никаких осадков. То есть, ну, отлично. Хоть там многие мне и писали, что там невентилируемый фасад. Там клеишь там вату вплотную на УСБ. Ребят, делайте смело и не парьтесь. Это технология, по которой я сейчас сделал фасад. Это технология изовер. Подожди секундочку. Милая, технология изовер это или какая? Ты не помнишь? Технология из техно-николя. Ну вот. Ну, почему-то, по какой-то причине, они удалили эту технологию из своего сайта. Ну, в общем... Как-то так вот. Наверное... Ну, а так, в принципе... Нет у меня привлеканий. Я доволен. И, честно сказать... Если бы я строил бы, еще бы один каркасник был. Хотя я подумал уже об этом. Конечно же, я его улучшил. Не намного, но я его улучшил. Ну, кому обзор понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Кому смогу, отвечу. Если кому-то что-то надо серьезное, срочное, пишите на WhatsApp, ВКонтакт. Ну, в общем, в соцсети. И... Я вам отвечу обязательно. Всем пока.